Представьте, друзья, стою сейчас посередине самого глубокого озера в мире На озере Байкал стоят, друзья А подо мной, друзья, что там? Глубины Глубины, где царит мрак Где обитают нечисти, огромные рыбы И загадочность определенной присутствует Глубины ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привет. Мама. В Новосибирске, да? На маленьком... На своём маленьком ангара-эйрлайн-стар. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я в Иркутске. Но не могу уснуть. Музыка ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Слушай, ну мы Раилю встретили, что, да? Охуевший, я тебе вообще говорю. Знаешь, ведёт себя, ты чё такой? Не-не-не, Раилю. Лена сказала, это жена, сказала, по морде тебе сечет. Он говорит, а есть ли кто-нибудь, кто меня тут продюсирует, чтобы я стал там? Ты меня сочиняешь? А? Сочиняешь. Ребята, всем привет. Догадайтесь, где сейчас нахожусь. Вот, по-любому не догадаетесь. Снег снегом, где его сейчас в России нет. Но здесь его много. И здесь холоднее, чем там, где вы живёте, я думаю. Пока что направляюсь прямиком к озеру Байкал. Покажу фрагменты, как доберусь. Вчера впервые сел на самолёт. И в первый же день три полёта на самолёте у меня было. Приземлились с Казани в Челябинске, с Челябинск в Новосибирске. И из Новосибирска в Иркутск наконец-то попал ночью. С разницей в пять часов. И вот мы уже на Байкале. То есть поспали четыре часа. И сразу стартанули в семь утра по местному времени на Байкал. Ехали часа три. Здесь тишина. И покой. И белые пустыни. И так получилось, что за свои 22 года не полетал. Но зато вчера восполнил этот пробел сразу тремя взлётами, тремя посадками. Вот там уже виднеется Байкал. Сейчас я его продемонстрирую. Ничего вы там не увидите, друзья. Потому что фотоаппарат всё не передаст, но земля сливается с небом. Они практически одного цвета. Небо чуть-чуть голубоватым оттенком отдаёт. Ну а снег белый. Там стоит буточка, где происходит ловля рыбы. И почему-то больше рыбаков не видно. Ребята, вы что-нибудь видите? Я лично нет. На камере даже я не вижу границы на самом деле. Всё сливается. А в глазах светлячки бегают. Их множество. От этой тишины полнейшей. И белого света кругом. Просто чувствуешь себя будто в раю. Хочу. Хотите послушать тишину? Давайте попробуем. Даже камера не может настроиться нормально. И тупит. Не может поймать в этом белом пространстве зацепочку. За что можно сфокусироваться. Ну а я один. Шагаю по белой пустыне. И впервые протаптываю снег. Мои следы. Матерь божья, друзья, только что. Смотрите. Провалился чуть-чуть, чуть не утонул. Пикет. Шёл себе спокойненько наяривал по снегу. И тут. Ну там походу ещё один слой. Так что мне повезло. Чуть дальше туда не вступил. А дальше уже даже горизонта не виден. Вот здесь нашёл более-менее гладкую поверхность. И она скользит как на капке. Я прям себя чувствую. Промок, друзья, промок. Первый же опыт. Не самый лучший оказался. Но мне нужно быть осторожным. Ибо я сейчас лучше пойду по своему старому следу. Не то могу снова провалиться, как там. Как идиот один тут хожу. Никому в голову не придёт. Прогудятся по Байкалу, который замёрз совсем недавно. Один казанский блогер только чокнутый решил пройтись по этому озеру. И чуть не провалился же в первый же день. Друзья, зачем я вообще сюда прибыл-то? Пригласил один мужичок, который хочет научиться играть на гитаре. Я его буду в течение недели обучать. Очень хорошо проведём время, я надеюсь. Ну а теперь давайте, да, в связи. Ребята, я кретин. Смотрите, тут даже уже... Я, кажется, уже на воду вступаю, что ли. Ребят, шёл в поиск свежей рыбы, наткнулся на рыбное место. Подсниму для вас кусочек, как тут происходил недавно процесс ловли рыбы. Но мы остались без всей рыбы. Да, друзья, это медведь. Ну, точнее, был когда-то. С бубенчиками. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Рёчка снегная И дальше начинается байка. Это поселок Новоснежное. Тут красивый вид хотел сфоткать. Казанский мальчишка в ответвлении реки Снежная перед самим Байкалом. Конечно же это проверять лёд на прочность. Я просто здесь собирался делать лунную походку, но если провалюсь, на камеру ничего не жалко. И такие глупости тоже. Дальше там Байкал. Пытаюсь туда добраться, но человеческих путей вроде бы не видно. Проезжал снегоход. По его путям сейчас пройдусь. Там величественный город, друзья. Это просто красоте. Ребят, я это сделал. Я нашёл другой путь к Байкалу и всё. Я уже прямо на границе. Сейчас земля кончается и уже начинается сам Байкал. А там была река Снежная. Телефон может сейчас вырубиться от холода в хлам, потому что здесь ужасный холод. И я один в поисках приключений иду к Байкалу. Наконец. Там я вижу силу, это людей. Может доберусь, может нет. Прощаюсь с вами заранее пока. Друзья, танцую шафл, чтобы согреться. Казанский парень точно замерзнет в этих ботинках на Байкаль. Там уже всё. Ха, Байкал. Вот таким же образом я полечу через пару дней обратно. Ноги в хлам холодные. Отморозил, похоже. Да не, нормально, сейчас восстановимся. Субтитры сделал DimaTorzok